Приготовление острого перца с сахаром для увеличения мужской потенции. Сам перец, сахар, ёмкость в которой будет храниться, смесь, ложка, нож или лопатка. Две ложки перца. Начинать лучше без горки ложки. Две ложки перца. Две ложки сахара. Тщательно размешиваем. Смесь готова. Смесь оставляем на хранение. Этого количества смеси должно хватить на 8 дней. В рецепте далее в видео указано, что в день употребляется по половине чайной ложки. смеси. Здесь 4 чайные ложки. Значит этого количества хватает на 8 дней на неделю. Каждый день в течение недели вечером половина чайной ложки смеси размешиваем в стакане молока. До растворения сахара перец все равно всплывает. Размешали и это полученный напиток выпиваем. Для повышения мужской потенции смешивают черный молотый перец с сахаром в равном соотношении. Половину чайной ложки этого средства добавляют в стакан молока и все это выпивают. Это средство также повышает общий тонус всего организма. На экране сейчас рецепт применения. Половину чайной ложки смеси сахар с перцем размешать в стакане молока и выпить на ночь. Недельный курс приема существенно увеличит потенцию. Современные исследования показали, что жгучий перец, как черный, так и красный, на самом деле является натуральным афрозодиаком. Усиливается приток крови к органам таза и тем самым увеличивается потенция у мужчин. Сохранились весьма эффективные старинные рецепты. Так, индейте майя, у которых многоженство считалось нормой, лучшим ужином перед романтической ночью считали черный шоколад со щепоточкой острого перца. А рецепт приготовления смеси, показанный ранее, найден в старинном медицинском трактате. Вот как там написано. Чтобы повысить мужскую силу, надо смешать в равных пропорциях порошок черного или жгучего красного перца и сахар, а затем растворить половину чайной ложки этой смеси в стакане молока. Такой любовный напиток оказывает чрезвычайно быстрое и эффективное действие на потенцию и общий тонус организма. Для длительного воздействия рекомендуется проходить недельный курс такой терапии. Целительные свойства жгучего и черного и красного перца на этом не заканчиваются. Далее о других чудесных целительных свойствах жгучего перца. Медики заметили, что народы, которые едят очень перченую пищу, практически не болеют раком. Заинтригованные этим загадочным фактом, ученые из Ноттингемского, Великобритания, и Питтсбургского США университетов провели специальные исследования и установили, что капсаицин, входящий в состав перца, не затрагивая здоровые клетки, вызывает массовую гибель раковых клеток, заметно тормозя, а порой и вовсе прекращая рост злокачественных новообразований. Было замечено, что особенно эффективно это средство действует при раке предстательной железы. А черный перец нередко полностью излечивает начальную стадию аденомопростаты. По мнению исследователей, в перспективе на основе капсаицина могут быть созданы эффективные противораковые препараты. А пока они не появились, ясно одно. Употребление перца – хорошая профилактика англогических заболеваний. А следующее целительное свойство перца – такое. На Востоке издревле с добавлением черного перца изготавливали масло для растираний, которое весьма эффективно проявляло себя при остеохондрозе, невралгии, параличах, радикулите, миозите, ревматизме, артрите и артрозе суставов. Вот один из рецептов. При болях в суставах, остеохондрозе, радикулите, неврите, параличах применяют следующее средство. Одну столовую ложку молотого черного перца нужно смешать со стаканом оливкового масла. Эту смесь довести до кипения на медленном огне и кипятить 5-10 минут. После того, как это средство остынет, его нужно процедить. Используйте это масло наружно для натирания. А вот еще следующее свойство перца. Сотрудники университета Кумато, Япония, убеждены, что на основе перца, чили, можно создать лекарство, которое совершит революцию. Они выяснили, что капсоэтин повышает активность специального гена, который стимулирует рост волос. А пока на основе перцовой настойки народное население делает довольно эффективные маски для волос. Действие их просто. Спирт и жгучий перец сильно разогревают кожу, вызывают прилив крови к кормям волос и заставляют проснуться замерзшие волосяные фолликулы. А имеющиеся волосы за счет дополнительного поступления кислорода и полезных веществ ускоряют свой рост до 3-4 см в месяц. И они становятся толще и сильнее. Добавление в состав массов других компонентов дает волосам дополнительное питание. Вот проверенные рецепты. Смешать в равных пропорциях перцовую настойку и любое натуральное косметическое масло. Репейное, миндальное, оливковое. Этим маслом натирать корни волос. И еще рецепт. Он сложнее, но эффективнее. Смешать в равных пропорциях перцовый настой, коньяк, репейное масло, мед, яичный желток, лимонный сок. Маски, обе маски, наносят только на корни волос. И через 30 минут смывают мягким шампунем. Регулярное употребление жгучего перца вообще благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Увеличивает эластичность кровеносных сосудов. Снижает уровень вредного холестерина в крови. В результате очищаются и укрепляются сосуды. Не происходит их сужение. Разжижается кровь. Улучшается кровообращение. В том числе и мозговое. Снижается риск атеросклероза, образования тромбов, инфарктов и инсультов. Уникальность перца заключается в его удивительном воздействии на сосуды. В любом случае он приводит их состояние в норму. Суженное расширяет, расширенное сужает. Именно поэтому перец традиционно применяется для нормализации артериального давления. Для этого достаточно принять несколько капель свежевыжатого сока жгучего перца. Эти полезные свойства острого перца подтверждает статистика. Употребление помимо черного перца в пищу помогает избавиться от лишнего веса, так как перец способствует расщеплению жиров. Употребление в пищу черного перца помогает поддерживать артерии в чистоте. Но об этой пряности ходит множество слухов, что она может испортить здоровый желудок, спровоцировать язву, а то и настоящую дырку прожечь. Последние исследования доказали, что это устойчивое мнение не более чем миф. В умеренных количествах для здорового организма перец совершенно безопасен. Более того, именно он способен защитить нас от язвенной болезни и многих других недугов. У черного перца есть и противопоказания. Не следует употреблять его людям, перенесшим операцию на кишечнике или желудке, так как это будет вызывать раздражение этих органов. Также не стоит употреблять перец людям с язвенной болезнью. Не стоит употреблять перец при воспалении почек, мочевого пузыря, при анемии, аллергии и индивидуальной непереносимости. лис пузыря. Тон пузыря. Тон